Мы сумели собрать тогда вот то, что здесь представлено. Что представлено? Вы можете в руках подержать, если захотите. Вот какие были студенческие бюлеты в 40-е годы. С 1944 года и до наших дней вся история Нижнетагильского технологического института хранится в витринах и на стендах музея учебного заведения. Одна из первых пар у первокурсников проходит именно здесь. Ну как биографию человек должен свою знать? А учеба ведь тоже часть биографии. Где человек учится, чему он будет учиться, то есть чему предшественники научились. Я немножечко ведь говорю, что у нас вот такие это были впускники и даже достигли высот благодаря образованию. Это какой-то стимул должен быть тому, что они стали инженерами высокого класса. Почему я не могу стать тоже инженером? Приказ об организации в Нижнем Тагиле индустриального института. Зачетные книжки и дипломные проекты первых студентов. Фотографии знаменитых преподавателей и выпускников. Механизмы, макеты, книги. Все артефакты можно брать в руки, разглядывать, изучать. Очень много так-то в нашем музее всего интересного. Все про выпускников, про почетных каких-то людей, которые здесь учились. Я не ожидала, что здесь учится правая рука нашего Королева. Как бы неожиданно узнать что-то новое. И действительно много почетных людей здесь училось. И мне очень приятно это слышать, что теперь я здесь учусь. Более старые технологии, то есть их нечасто, где сейчас увидишь, довольно интересно. Меня очень заинтересовала именно спортивная активность. Не участников, а активистов, наверное, правильнее сказать, вуза. Преподавателей, студентов. Опять же, туристические походы во время каникулы. Это довольно-таки интересно. За 75 лет работы Нижне-Тагильского технологического института история накопилась богатая. Учебная и общественная жизнь, научные достижения. Ее и сейчас пополняют студенты и выпускники вуза, прославляя Альма-Матер своими успехами и победами.